всем привет я александр главный редактор видео канала 10 ком вы не только вы и наши партнеры зачастую интересуетесь почему у нас нету сборок и мы тоже в принципе только за чтобы у нас были сборки делать их почаще и побольше но предыдущий опыт с pentium g4560 показал что у нас не получилось и оперативно в общем и довольно тяжело выдохнули эту сборку плюс сейчас вот за камерой другой человек то есть нам нужно сначала на чем-то потренироваться и тренироваться мы будем на вот этой системе суть тренировочного вопроса вот в чем у нас уже есть система собранная на термальтейков скам корпусе получается потому что здесь той части который является окном она не собрана это а mdfx 8350 она отработала уже какое-то время стояла на заднем фоне многие интересовались что это такое поскольку ее актуальность немножко уже теряется но мы хотим ее оставить вот примерно в таком виде для того чтобы можно было сравнить вот у нас райзены появляются ну и через какое-то время тоже будет интересно тащить ли фикс новые игры с новыми видеокартами соответственно мы ее хотим разобрать и собрать в корпусе вот таком вот аэрокул это у нас cs1102 очень простенький трудно сказать геймерский хотя на нем и заявлено что поддерживается довольно длинные видеокарты поэтому мы попробуем в этот корпус впихнуть почти игровую и топовую ранее систему амб и сможет ли fx вытащить 1080 это обычная от и на 3d то есть что получится в итоге для того чтобы иметь возможность такой запас если в этот корпус все влазит то через какое-то время будем смотреть на сравнительные тесты и по крайней мере пробовать включать mdfx в них итак первый этап у нас будет наиболее простой нужно будет просто вот это вот разобрать для того чтобы попытаться впихнуть потом в простенький корпус дальше будет челлендж потому что мы пока не до конца уверены что это все туда нормально поместится и если не поместится то тогда попробуем хотя бы с какой-то видеокартой попроще и покомпактнее посмотреть как будет работать система вот в этом корпусе поехали термальтек освободили зачем в конце видео скажем куда мы его дальше будем использовать и отставляем в сторону теперь посмотрим ближе на аэрокул cs1102 корпус очень простой текстовый обзор его есть у нас на сайте можно будет почитать ссылку в описании видео дадим корпус очень легкий хоть какие-то ножки есть типа резиновые но они все равно не сильно спасают потому что металл тонкий вибрация передается на него хорошо соберем систему послушаем может быть на тестовой конфигурации было что-то не так зато есть внутри и вы штамповки и можно на всякий случай добавить вентиляторов если системе будет очень сильно жарко внутри и даже есть место вон до для укладки кабеля за поддоном материнской платы попробуем сделать все аккуратно но предварительно нужно кое-что сделать самой системной платой напомним что здесь у нас в системе стоит это материнская плата на срок фаталити 990 fx killer на которой можно вполне неплохо и разгонять fx и здесь у нас два модуля оперативной памяти довольно экзотичной twinmos это twister ddr3 2400 для того чтобы контроля памяти fx не сильно страдал от нехватки данных ну и несколько раз самые внимательные зрители обращали внимание что здесь вентилятор перевернут на самом деле в корпусе термальтейк здесь находился на жесткий диск и поэтому вентилятор этот хорошо его обдувал чтобы было жесткому диску не совсем молодому уже попроще жить поскольку мы делаем пересборку и здесь у нас будет выхлоп горячего воздуха то вентилятор можно перевернуть возвращаемся к корпусу его тоже немножко нужно подготовить извлечь из него документацию очень краткую возможно понадобится хотя сомневаюсь извлечь комплект поставки здесь у нас винты бипер и заглушки дополнительные ну и собственно размотать провода и сразу же можно сюда ставить блок питания чтобы было понятнее куда какие провода девать у нас по-прежнему будет использоваться чифтек эко gpe 700s надеюсь его хватит для любых экспериментов бюджетный но довольно качественный и надежный блок питания пока месте у нас не подводил так предварительно представили где какие провода будут значит здесь весь печок ляжет вниз и потом подключится к материнской плате чтобы не мешать здесь питание материнской платы где-то здесь видимо вернется к ней туда же уйдет видеокарта уйдет питание накопителя и сама материнская плата вероятнее всего вернется через это же отверстие обратно здесь все эти провода сложится аккуратненько теперь самое интересное попробовать вставить эту всю материнскую плату в этот компактный корпус для того чтобы не так сильно потом мучиться сейчас попробуем подключить все вот эти вот провода передней панели пока материнская плата еще наверху система у нас уже отлаженная поэтому спикер не цепляем надеюсь он не понадобится и по пиканье не придется идентифицировать в чем проблема чтобы было красиво предварительно ставим панельку для интерфейсных парков ну и пробуем разместить в этом компактном корпусе материнскую плату придерживая ее аккуратно за куля стоечки под материнскую плату уже были предварительно вкручены не успели закрепить материнскую плату и сразу бросилось в глаза то что во первых кулер точно выступает хотя есть в крышке выштамповка и по спецификации кулер должен был влезть вроде бы предварительно посмотрели на циферки что кулер попадет в этот корпус но оказалось что он буквально не хватает одного максимум двух миллиметров то ли где-то плюс минус замеры спецификации то ли у самого кулера noktual вот тепловые трубки выступают чуть больше чем нужно но это нас не будет останавливать мы все равно хотели собрать в каком-нибудь недорогом корпусе систему которую мы не будем часто использовать и показывать в кадре поэтому все же попробуем закрыть когда уже закрепим всю систему и даже вставим сюда габаритную видеокарту и наконец-то закрепим материнскую плату как-то с нее закреплением сразу не все пошло гладко и начнем подключать все остальное теперь нужно попробовать основное подключить чтобы разобраться с кабелями их стало чуть поменьше первое это питание процессора организовать вентилятор здесь сначала я расстроился что у него molex питания потом оказалось здесь есть и обычный трехконтактный ну и теперь самое интересное крутить накопитель и потом видеокарту габаритную так здесь у нас жесткий диск довольно древний это samsung на 640 гигабайт ему уже много лет поскольку система у нас все реже использовалась то операционка была перенесена на него чтобы в любой момент хотя бы можно было включить в каком-то роде добавление сюда мощной видеокарты будет реально апгрейдом какой-то очень древние системы осталось подать к нему питание ну и смертельный номер gtx 1080 в очень бюджетный корпус теоретически она туда входит и по спецификации корпуса тоже вообще легко но на практике тут придется позаниматься тетрисом кроме того вероятнее всего когда в диокарта вставятся то питание к ней уже будет подключить крайне проблематично поэтому начнем с питания ну собственно мы сделали это осталось только закрепить так видеокарта есть жесткий диск есть все вроде бы как подключено и вставлено закреплено осталось сделать последние штрихи это кабель менеджмент организовать вот этот вот так чтобы оно здесь не висела вот такой лапшой и чтобы позволило закрыть крышку ну и накрыть вторую крышку что будет тоже интересной задачей ну вроде более-менее аккуратненько все сложили теперь можно закрывать с этой стороны внутри вроде бы все выглядит чистенько и аккуратненько но теперь самое интересное это надеть лицевую крышку она вот ложится ну буквально впритык вот все ложится и не хватает миллиметра для того чтобы она сама защелкнулась ну с помощью лома и какой-то матери мы таки прикрутили крышку хотя она так вот ну реально прижимку и даже может быть чуть-чуть выпирает страшно за материнскую плату не повторяете такого опыта но мы смогли закрыть этот корпус и сейчас проверим работает ли это все для этого просто нужно подключить систему вопреки нашим опасениям система сразу запустилась но поскольку она до этого месяц стояла без дела то начала апдейтится и вот до сих пор апдейтится как только закончится здесь есть несколько игр мы сейчас как раз проверим как они запускаются и примем окончательное решение по поводу того насколько удачно мы впихнули мощную систему в этот очень простой и компактный корпус здесь у нас пока хочу отметить вот собственно видеокарта обновился драйвер только что теперь здесь последняя версия это именно 3d geforce gtx 1080 x3 также у нас здесь процессор mdfx 8350 работающий на номинальной частоте то есть он здесь без разгона вот как он есть единственное что оперативная память здесь работает на частоте 1866 мегерц в принципе она подхватилась буквально сразу на этой плате именно в таком режиме нас мы не разгоняли в данном случае до 2400 система так сказать работает в более народном режиме поскольку реально быструю память с такими процессорами мало кто покупал пока система апдейтилась вот у нас температуры не сильно большие графическое ядро прогрелась до 52 градусов в простое видимо потому что корпус довольно таки компактный и ну собственно из продуваемых частей там только один вентилятор на выдув и блок питания из остальных компонентов сейчас вот у нас процессор получается 44 градуса материнская плата 34 ну и жесткий диск который является к слову самой шумной частью этой системы сейчас больше всего слышно именно его как он тарахтит принимая обновления всяких юплеях и steam он погрелся до 35 градусов так первое что мы попробовали запустить это rise of the tomb raider здесь у нас монитор 4к поэтому и соответствующее разрешение и графику выставили на очень высокую все же у нас gtx 1080 в системе смотрим что из этого у нас получилось как видно загрузка видеокарты близка к 100 процентам но 98 99 процентов пишет при этом процессорных мощностей еще более чем достаточно для других задач ну правда fps у нас не сильно высокий может быть если бы настройки не сильно такие жестокие были то можно было бы и более высокую частоту кадров получить на выходе если переключиться с очень высоких настроек на просто высокие то fps поднимается к более комфортному уровню нагрузка на видеокарту в принципе тоже остается довольно высокой то есть будем считать процессора как минимум в этой игре достаточно для того чтобы загрузить хотя вот местами видим 88 93 то есть чуть чуть не хватает возможно если немножко ускорить еще оперативную память то тогда будет проще системе и загружать видеокарту ну в любом случае 40 с лишним fps вполне можно играть в 4к разрешение full hd естественно будет еще выше следом пробуем поиграть в гост рекон валдан здесь у нас опять же 4к разрешение но чтобы не сильно тормозило просто высокие настройки это то что выставилась самого начала можно было попробовать вручную подстроить но все же сразу видно вот 50 fps то есть система вполне оправдана решила выставить не очень высокий пресет с такими настройками видеокарта в общем-то загружена по полной как обычно игры с открытым миром поначалу немножко притормаживать час мы еще минуту-другую попробуем проехать если притормозки повторяться значит все же где-то искать нужно причину но вероятнее всего это именно поначалу подружается все нужное в оперативную память накопителя а он здесь у нас не очень быстрый и можно попробовать прямо напрямую по пересеченной местности чтобы нагрузить видеокарту сильнее и получить просадку вам даже до 39 fps даже вот ради 32 получили так теперь пробуем запустить dissonore 2 опять же 4k но здесь уже с ультра настройками и даже hbao plus тоже включили ну и здесь держится вполне закономерно загрузка на высоком уровне видеокарты и процессор вроде бы вполне не перегружен dissonore 2 хотя вроде бы на первый взгляд и не такая требовательная но процессор тоже 64 градуса смогла прогреть и видеокарта вот держится 87 градусов ну и на фоне battlefield 1 в режиме наблюдателя подведем так сказать итоги первое как видим при большом желании и необходимости а в нашем случае это была реально необходимость потому что корпус термальтейк надо было освободить для другого проекта которым сейчас я сделаю анонс а валяющиеся просто на столе разобранную систему mdfx нельзя было оставлять она бы сильно мешала работе поэтому при большом желании и необходимости реально мощную конфигурацию даже с вот такой видеокартой как gtx 1080 можно упаковать в дешевый очень простой корпус например вот как этот аэрокул хотя это и не совсем рационально как видели температуры компонентов здесь составляют желать лучшего с большим трудом за этот корпус удается закрыть то есть кулер бы покомпактнее использовать но все же система работает теперь хотелось бы сделать небольшой анонс зачем нам вот этот вот корпус вот здесь за монитором находится система на которой мы пишем геймплеи очень хотелось бы о ней рассказать потому что нередко возникают вопросы на чем как и соответственно показать но она находится у нас в не очень презентабельном виде просто на коробке от материнской платы собрана и это не совсем красиво и даже не совсем удобно соответственно ближайшее время мы в корпусе термальтейк и соберем таким полу открытым стендом геймплейную конфигурацию ну а к вам вопрос как вам такой формат видео насколько интересно было бы посмотреть mdfx gtx 1080 в большем количестве игр ну и в каких разрешениях с какими настройками если да если же по самому формату есть предложения замечания то тоже отмечайте в комментариях чем больше будет комментариев и лайков тем нам будет приятнее будет больше энтузиазма делать еще подобные видео спасибо за внимание оставайтесь с нами а